Делить на h, это тоже будет омега-1. Понимаете, да? Омега-1 в квадрате. Омега-1 в квадрате. Здесь делить на омега-1 в квадрате плюс разница частот омега-минус омега-моль в квадрате. И это тоже в квадрате. И умножить вот на такую величину. Синус квадрат. Корень из омега-1 в квадрате плюс разница частот. Делить вот это пополам. И умножить на t. То есть, если посмотреть, как меняется заселенность, здесь в начале в начале это будет единица, потом она ассоцилирует. Она начинает ассоцилировать. Представьте себе, что вы в точности с омегой попали на омега-0. Понимаете, да? Тогда вот здесь получается единица, правильно? Здесь получается единица, а здесь периодическая функция, но квадрат периодической функции. при этом будет вот так вот. Вот такая периодическая функция. Если бы, если у вас эта разница не равна нулю, то вы получите вот так вот, правильно? То есть, вы получите ассоцилирую и заселенность. Понимаете, да? Можно просто, почему они к максимуму совпадают? Там наоборот, ну, в виду она совпадает период. А, ну, естественно, частоты разные. Конечно, это я неправильно представляю. Даже наоборот, там, да, частота будет побольше. Ну, значит, будет. То есть, период будет. Частота побольше, нет, правильно? Эта частота побольше, значит, вот так будет. Ну, это зависит от вот этой разницы. Но это будет периодическая функция, правильно? Теперь, вот, я хочу вам что посмотреть. Представьте себе, как мы делали задачу о переходах, вот, предыдущей диалекции. В конце концов мы решали это по теории возмущения, правильно? Мы говорили, что наше воздействие это омега-1, величина омега-1 была у нас много меньше, чем единица на столбе. Правильно? Правильно? То есть, величина воздействия, ну, в частотном виде, величина воздействия была существенно меньше, чем обратное время корреляции случайного процесса, который определяет нашу вероятность перехода. Понимаете меня, да? Это в прошлый раз я вам говорил. Вот с этим условием мы решали наше уравнение. И именно благодаря вот такому условию мы получаем вот такой вот чистый экспоненциальный спад разницы заселенностей. Теперь представим себе, что это не выполняется, условие, и омега-1, вот там, меньше, больше, или равно вот единица на Тау-1. То есть, произвольный у нас должен, то есть, омега-1, омега-1 достаточно большой. Единица на Тау-1. Вот. Что мы тогда получим в результате? Это тоже можно сделать, это, в общем-то, не трудно, но это уже в конце концов надо численно решать. Вот что вы получите. Вот вместо вот этого вы получите вот такое вот вещь. Все равно к нулю сведется, все равно к нулю идет. Ну, если мы не учитываем взаимодействие с решеткой. Но только с осцилляцией. То есть, как только у вас появляется некий случайный процесс либо в дрожании уровней либо в том воздействии на систему в электромагнитном поле у вас немедленно появляется представление о вероятности и то есть все равно либо по экспоненте либо вот по такой осцилляющей экспоненте все равно у вас система придет разница осциленностей. Вы можете писать вероятность перехода. Понимаете? Да? Вот это главное, что вы должны твердо знать. Ну вот. Поскольку теперь мы уже вот это все знаем мы теперь займемся уже более это мы то что мы до сих пор говорили это некий общий теоретический подход к кинетике квантовой кинетике кинетике квантовых систем. Любая кинетика квантовых систем сводится должна решаться как уравнение для матрицы плотности этой квантовой системы и решать ее так надо как мы это и делаем. Ну а теперь посмотрим более конкретные системы а не такие идеализированные о которых только что говорили в действительности в химии в кинетике связанной с молекулами мы должны понимать что мы тогда мы должны написать мы должны работать с уровнями или с термами молекулярных систем давайте вспомним хотя в квантовой механике это проходили давайте вспомним если у нас есть молекулярная система то значит есть ядра электроны правильно и надо учитывать значит как записывается тогда полный мельтинян H значит H у нас равняется чему во первых H E это что такое это сначала минус сумма всех H квадрат пропустите а вот понимаете он стирается H H квадрат на 2N Лапассиан О, Р, И, Д И это сумма всех электронов Ну, мы суммируем по всем электронным системам Правильно? Это мы написали сумму генетических энергий Оператор суммы генетических энергий электронов Правильно? Дальше Плюс Ну, что мы должны записать? Мы должны записать Сумму По И, К У Он, Р, И Минус Р, К Правильно? Вот так Это взаимодействие электронов Друг с дружкой, правильно? Дальше Плюс Сумму По И, и допустим Я не знаю как М большое У нас будет сумма Это взаимодействие Ну, некое там Тут У, Е, Е У, Е, Н Электронов с ядрами Вот Р, И, Т Минус Р, Н, Т Правильно? Это сумма взаимодействия электронов с ядрами Правильно? Я пишу по-честному Ну, все эти Вы знаете, что в нереативистских системах Все эти взаимодействия чистые кулоны Ничего Квантовых системах, которыми мы знаем Ничего, кроме кулонов, нету Если мы начинаем С настоящего Понята Потом уже, когда мы начинаем Что-то приближение Какие-то Там возникают Потенциалы Совершенно отличных кулоновских Пока На 100 кулонов Нет Еще Плюс Мы должны написать Кинетичный электрон Сумму Минус А На Семь И плюс Еще Взаимодействие У Сумма Минус 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 Это Это Минус Все Все Видите Записанное Прекрасно Теперь Где Где у нас Есть Минус Представим Себе Минус 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 Подход Минус А В Ядра Минус 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 и получил это это часть а а и и которые на и и и и это с и и и и и и и и всегда это равняется е реалованные как функция r на пси е а и и и и и и это номер квантового состояния электронного и нарисуем этот терм ну как правило ну как правило если мы имеем дело со связанным состоянием это будет r условно представим себе вот так вот я могу писать только для двух систем r это равняется координата ц 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 где мы ошибаемся если мы теперь ну грубо говоря вот я написал теперь если я возьму действительности где ядра уже прибиты друг другу понимаете вот когда мы так пишем это значит что мы ядра прибиваем гвоздями к определенным местам ядра у нас не движутся если мы хотим учесть движение ядра то есть мы рассматриваем вот этот вот мы тогда должны рассмотреть если мы подействуем на полный гамильтинян вот если мы полным гамильтинян аж полный гамильтинян а что то а что то мы подействуем мы тогда будем считать что наши если мы вот так вот разделили координаты мы будем считать что у нас полная волновая функция psi вот r записывается как сие вот r это зависит от р как параметра умножить на х и вот r на ядерную функцию вот подействуем гамильтинян а полным гамильтинян а на эту функцию на psi это значит напишем так а что там на psi это будет ну просто определить вот это аши я плюс наш вот это вот а вот это вот ядерника ядерную ядерная часть ядерная ну некая аж н штрих h н штрих вот r умножить на пси вот если и аж не действует на вот эту функцию это получается я нету уровень правильно это будет е н но если мы берем какую-то функцию состоянии м вот это вот какой-то допустим вот это вот какое-то состояние и на меню в этот нет и уровень электронное состояние значит у нас получается е м от р правильно вот е н от р плюс аж м от р действующий на пси е и на х м от р тогда если мы теперь возьмем как лица матричный венпси е пси е диагональный по электронному состоянию что мы получаем для хи от р таки от р мы получаем какую как какую это будет е м от р плюс ну минус не так я напишу я напишу минус аж квадрат на 2 м ну сумму по м а воплосиан плюс вот это вот у вот р м р м штрих и плюс е вот р правильно и вот это полный гамильдинян ядерной системы правильно вы получили то есть в действительности это и есть я правда не сказал вот эту энергию поскольку это постоянная некая величина правильно мы можем ее отнести к термам то есть вот мы получили вот это в этом терме мы должны рассчитывать уже ядерные уровни правильно вот в этом случае это будут вот такие вот уровни связанные состояния и будут уровни и в этом же терме будет состояние непрерывного спектра это когда молекула разделилась и в ядрах и ядра летят могут лететь на бесконечность правильно вот собственно основа приближение борнер-пенгеймера теперь давайте посмотрим насколько это приближение точнее что мы пропустили когда действовали когда вот здесь вот записывали мы поскольку пси е вот но и он зависит и вот правильно то мы пропустили действия вот этого оператора ну лапассиана бр мы пропустили и его действие на пси е правильно то есть что мы пропустили какие члены ну ну мы оставили вот вот таком приближение у нас есть аж 0 это вот то что мы написали плюс некое взаимодействие которое мы упустили какое вот это в на пси е н н н н п си на х он р Что мы упустили? Я записываю, это просто по определению. Мы опустили минус h квадрат на 2m умножить на двойку градиент по r от psi e n от r от r на градиент по r. Градиент по r на хи от r и минус h квадрат на 2m хи от r в атласеан psi e от rr. Правильно? Вот эти члены мы опустили. Это производная... Этого апласеана произведения, это сначала будет произведение градиента, правильно? Два произведения градиента плюс еще апласеан от функции псидия. Вот эти у нас члены пропущены в нашем адиабатическом гамильтене, в нашем адиабатическом приближении. Понимаете, да? Давайте прикинем какие поправки к энергии мы получаем от этих членов. Именно прикинем. Я хочу, чтобы вы, то есть моя задача и не только моя, но всех, вы должны уметь без точного расчета прикидывать приближенно, что вы отбрасываете. То есть делать некие приближенные оценки. Это всегда надо уметь делать. Без этого, без приближенных оценок нет физики. Ну, потому что вы понимаете, что... Ну, когда-то Ландау говорил, что завышение точности – это есть грубейшая ошибка любого физика. Что это значит? Это значит, что если у вас есть... Ну, вы знаете, что вы, допустим, умеете рассчитывать. Ну, опускаете, допустим, вот этот член в адиабатическом приближении. И рассчитываете адиабатическое приближение и энергию, ну, допустим, с точностью до тысячный электрон в год. Спрашивается, имеет ли смысл это делать? Что, кстати, очень часто делают в квантово-химических расчетах. Рассчитывают исключительно точно, не понимая, что уже в самом методе заложена ошибка. Понимаете, да? Поэтому давайте прикинем, какую мы здесь делаем ошибку. Вот рассмотрим вот этот член. Да, здесь я, конечно, не писал, а вы меня не поправили. Вот это очень важно. Ну, тут... Ну, я писал вот так, как некое М общее, но ясно, что я должен писать сумму по всем М, понимаете, да? По координатам ядер. Ну, я вот так вот оставлю. Вот что такое H на набло R х, минус H на набло R х, ну, если не учитывать комплексности. И H на набло, это что такое? И H на набло, это импульс ядра. Оператор импульса ядра. Правильно? И делить на M, если импульс поделить на M, то что будет у нас? Скорость ядра. Скорость ядра. Значит, вот здесь вот. Я примерно... Теперь я вот оцениваю вот этот вот член. Я, значит, имею примерно. Приблизительно. Я вот этот член оцениваю. Оцениваю. Это будет... Ну, двойка. Это, знаете, не так важно. Двойка. Я теперь оцениваю. Я их по модулю оцениваю. На скорость ядра. И осталось еще что у нас? Просто H на наблопсие. Правильно? Правильно? Ну, что такое наблопсие? Это градиент изменения волновой функции электрона, при движении ядер. Но какое характерное изменение волновой функции? Ну, ясно, что характерно изменяется волновая функция, ну, когда ядра, допустим, в связанном состоянии, когда ядра движут, ну, когда, допустим, они полностью разойдутся. То есть это характерный размер, вообще говоря, характерный размер молекулы. Правильно? Вот на этом, вот на этом расстоянии волновая функция изменится наиболее сильно. Правильно? Характерное ее изменение, если вы сдвинетесь совсем немного, то электронная волновая функция этого не заметит. Электронное состояние останется старым. Но когда вы сильно раздвигаете ядра, то тут уже электронная волновая функция меняется довольно сильно. Правильно? Поэтому, значит, я здесь что напишу? Ну, H на Пси и на А. Вот это расстояние в за руках. Теперь что это такое? Теперь, ну, дальше я, естественно, Пси уберу, потому что я возьму матричный элемент по электронному взаимодействию. Правильно? Я же и по ядерам тоже взял матричный элемент, когда я написал, это же будет импульс на волновую функцию. Правильно? Я беру матричный элемент, получаю просто среднюю скорость, здесь Пси уберяется, и я что получаю? Давайте оценивать. Какова скорость ядер? Ну, в действительности скорость ядра, допустим, не водорода, а тяжелого где-то, ну, можете посчитать, что такое скорость ядер. Это корень квадратный из двух энергий, правильно, ядер, делить на массу ядра. Если энергия, допустим, ну, где-нибудь десятые, две десятых, несколько десятых электронов вольта, правильно, делить на массу, там, десять или двадцать водородных масс, я не стану это рассчитывать, уверяю вас, что это будет порядка десять в пятой скорость. Десять в пятой сантиметров в секунду. Порядка километров в секунду. Значит, я просто записываю это. Я вот здесь уже могу стереть. Вот это уже не нужно, у вас оно есть. Это будет порядка, значит, десять в пятой. Дальше. Постоянная планка, вы, наверное, знаете, что это будет десять минус двадцать семь минут, правильно? Дальше. АА сколько? Ну, десять минус восьмой ангстрем, ну, характерный размер, правильно? Ангстрем. Значит, будет на десять в восьмой. Сколько мы получаем? Десять тринадцатый, порядка десять минус четырнадцатый. Десять минус четырнадцатый. А электрон вольт сколько в системе ЦЖС? Один на шесть на десять минус двенадцатый. Правильно? Значит, мы получаем примерно одну сотую электрон вольта. Правильно? Уверяю вас, что для вот наших расчетов это очень хорошая точность. В чем? Почему мы так мало получили? Потому что здесь стоит скорость ядра, то есть стоит масса в знаменателе ядра. Если бы здесь стояла масса электронов, мы бы получили в тысячу раз больше. И получили бы ошибку, равную той энергии, с которой мы работаем. Правильно? Вот поэтому, даже если мы не смотрим переходы, а диабетическое приближение достаточно хорошее. Ну, если вы имеете дело с водородом, если вам нужно очень точно все рассчитать, ну, надо тогда считать точно. Это достаточно трудно, но можно. Есть квантохимические методы, которые решают эту задачу, но для очень простых молекул. Как правило, это не надо, потому что точность расчета для сложной молекулы, точность расчета энергии электронов, ну, вы знаете, в редчайшем случае бывает больше, чем 1 сотый электронов. Меньше, чем 1 сотый электронов. Только молекула водорода, да, я знаю, молекула водорода рассчитывается квантово-химически с точностью, уже давным-давно это делалось, с точностью существенно превышающей экспериментальной возможности. То есть, ну, там точность какая-нибудь 10 минус 6, 10 минус 7, ну, какие-нибудь там миллионные доли процентов. Ну, можно с любой точностью рассчитать, но только молекулы водорода. Уже молекулу там, допустим, H2O, все, с такой точностью не рассчитайте. Ну, ну, можно, если засадить все суперкомпьютеры мира, тогда можно рассчитать с такой точностью, но она ни к чему не нужна. Мы с такой точностью экспериментально никогда не работаем, понимаете, да? То есть, в действительности мы видим, что любая сложная молекула, которую, если мы ее будем рассчитывать, ее энергия все равно неизвестна с точностью меньше, чем 1 сотая электрон вольта. Значит, бессмысленно при расчете энергий, энергий, учитывать неодиабатические поправки. Понимаете меня, да? Почему приближение Борна-Бельгеймера, которое было предложено еще в 27-м году, почему оно прекрасно работает до сих пор? Так. Значит, все. Мы выяснили. Все эти такие важные... Ну, а этот, как говорится, второй, член будет еще меньше. Это я вас уверяю. То есть, от лаплосяна, от Пси, это будет еще меньше. И тогда... И тогда мы, значит, можем твердо рассматривать вот такого рода термы. Термы молекулы. И с этими термами работать. Тогда спрашивается, теперь нас интересует вопрос. Мы же рассматриваем кинетику, мы не рассматриваем энергию системы. Кинетику, значит. Значит, у нас задан система находится на одном из термов. С какой скоростью, как рассчитать ее переход на другой терм? Правильно? Вот это задача у нас. Расчет переходов между термами молекулярной системы. Правильно? Так. Что мы имеем? Ну, давайте, если хотите, сделаем перерыв. Или не хотите, да? Ну, как хотите. Если без перерыва, тогда я буду до 12 часов работать. Вы не устали? Я просто вам это спрашиваю. Все прекрасно. Так. Ну, вот. Теперь затронем. Тут тоже затронем. Я, наверное, рассказываю вещи, которые вы знаете. Но, тем не менее, даже повторение, оно, как говорится, матью честь. Так. Теперь вопрос такой. Мы будем рассматривать переходы между термами. Ну, вы сейчас увидите, что в действительности переходы будут наиболее значительными, если термы будут пересекаться или, по крайней мере, близко подходить друг к дружке. Ну, вы должны это понимать почему. Если представьте себе, что термы находятся, ну, более или менее далеко друг к дружке. Какие взаимодействия мы не учли? Это взаимодействия, связанные, допустим, с ядерными движениями. Понимаете, да? Вот эти. Спрашивается. Вам нужно с помощью ядерных движений, где частоты характерны порядка 10-13? Вы понимаете меня, да? 10-13 секунды. Это характерная частота. Ну, вот, если, допустим, частота, разница между уровнями, это, ну, допустим, одна десятая электрон вольта, тогда характерная частота будет порядка 10-13. Понимаете, да? Ну, 10-13, ну, для ню 10-13, несколько на 10-13. Правильно? А если разница, то есть это одна десятая электрон вольта. А если разница в энергиях между вот этими самыми, между термами, три десятых электрон вольта. Вы не сможете, вы же должны, чтобы у вас получился разумный переход, то в вашем, в спектре вашего воздействия должны быть частоты, равные вот этой разнице энергии, вот этой вот частоте. В таком вот, в таком вот колебании, если вы посмотрите, вот в этих вот спектр, спектр, конечно, не линейчатый. Он, конечно, спектр ядер тоже немножечко такой вот, ну, размазанный. Но, чтобы получить из несущей частоты в 10-13, ну, или там одно десятую вольта, я буду в энергиях, одно десятый электрон вольта, получить три десятых электрон вольта, это будет экспоненциально малая величина. То есть, за счет вашего возмущения, вы никогда не сможете получить переходы. То есть, они будут теоретически, экспериментально это будет не исключительно малая величина. Значит, переходы между термами могут происходить только тогда, когда термами подходят близко друг к дружке. В лучшем случае пересекаться. Вот мы сейчас рассмотрим, что будет с пересекающимися термами. Понимаете? То есть, почему мы рассматриваем пересекающиеся термами? Если самое наибольшее количество термом вообще не пересекаются. Но переходы между термами можно сделать только с помощью чего? С помощью воздействия, в котором есть нужные частоты. Электромагнитные поли. Двухфотонная индицированная клоэлистанция, когда два фатона подряд захватывают, они суммируются. Так же можно и так сделать, вот эти другие электромагнитные поли? Правильно. Вы правильно говорите. Это значит, что у вас есть могучее воздействие, очень мощное электромагнитное поле. В котором то, что несущая частота 2 десяток, очень мощное поле в микроволновом диапазоне. Правильно? Или в инфракрасном диапазоне. Да. Если вы получите очень мощное поле, тогда его частота, честно говоря, тогда уже вы будете иметь много частотных переходов. Мы это не рассматриваем сейчас. Понимаете? Я говорю о переходах между термами за счет неких постоянных воздействий, за счет того, что мы не учли в гамильтиняне. Электромагнитное поле, пожалуйста, с электромагнитным полем можно сделать все, что угодно. Потому что мы можем сделать любую силу и любую частоту электромагнитного поля. А за счет того, что мы не учли в гамильтиняне, вот тут это как раз именно к этому случаю я сейчас с вами и говорю. Теперь, значит, мы будем рассматривать термы как? Считается, что термы могут пересекаться. Вопрос такой. Раз они пересекаются, грубо говоря, так. Если термы одинаковой симметрии, ну представьте себе, знаете, что такое симметрия молекулярная? Ну, вам уже читали молекулярную физику. Если термы одинаковые симметрии, они по определению не могут пересекаться, мы сейчас с вами это увидим. Не пересекаться могут термы разной симметрии, чисто случайно, в полном гамильтиняне. Но если в полном гамильтиняне термы пересекаются, то это значит, что у вас нет воздействия, которое привело к переходу между термами. Это просто диагональное состояние гамильтиняна. И, значит, так они всю жизнь не будут. Значит, если мы говорим о переходах между термами, это значит, что это термы приближенные из какого-то главного гамильтиняна. А есть остаток, который может приводить к переходам. Понимаете, да? Вот, допустим, у нас есть термы. Вот, допустим, такие. Один терм вот такой, а другой терм вот такой. Вот, они пересекаются, правильно? Значит, если они пересекаются, мы говорим, что у нас есть некий гамильтинян H0, в котором, в этом гамильтинян H0, когда мы рассмотрим только два терма, значит, это H0. H0 от, ну, от координат электронных координат и от R, как от параметра, правильно? Мы рассматриваем адиоматическое приближение. Спрашивается, если мы ограничиваемся только двумя термами, то мы можем сказать, что это H0, значит, у него есть состояние Пси1, вот R, R, и дает энергию Е1, вот R, Си1, правильно? И состояние тоже самое Си2, с энергией Е2, вот R. Вот эти вот Е1 и Е2, это и есть два наших терма, правильно? Теперь, пусть у нас есть часть гамильтиняна, которая соответствует, то есть та часть гамильтиняна, которую мы выбросили, понимаете? Ну, мы H0 только взяли, главный гамильтинян, ну, допустим, неадиоматические члены выбросили. Ведь, смотрите, неадиоматические члены очень маленькие, но ведь тут же разницы энергии мало, правильно? Правильно? Тогда, наверное, вот за счет неадиоматических членов мы и сможем получить переход. Либо что-нибудь другое. Представим себе, что это термы синглетный и триплетный, то есть у них разная симметрия по спинам, правильно? Они могут пересекаться в нерелятивистском гамильтиняне, они могут пересекаться и никаких переходов быть не может, правильно? Между ними. Переходы возникают только из-за чего? Если вы включите релятивистскую поправку, какую? Спин орбитальное взаимодействие. Спин орбитальное взаимодействие, вы знаете, наверное, что это релятивистская уже поправка. Взаимодействие между электронным, между орбитальным моментом и спиновым моментом электронным, правильно? Вот если вы включите некое спин орбитальное взаимодействие, вы сможете получить переходы, вы сможете эти термы начинать взаимодействовать. Давайте посмотрим, как же будут выглядеть реальные, настоящие термы. Вот такие термы, просто чтобы вы знали, вы, наверное, знаете терминологию, но я и повторю ее. Вот такие термы, когда нарисованы вот так, называются диабатическими терминами. Диабатический, диабатический, не адиабатический, а просто диабатический термин, потому что они пересекаются, они не учитывают неких поправок, которые приведут к расщеплению. Давайте посмотрим, значит, когда мы, если у нас есть V, нет ли оператора V, естественно, он зависит от R и от L, ну точно так же. Тогда мы будем считать, что диагональный матричный элемент вот такой, Пси, Итэ, V, Пси, Итэ, вот этот диагональный матричный элемент равен нулю, потому что если он не равен нулю, то мы его включим в определение в нулевой гамильдинян, понимаете, да? Значит, у нас есть только вот такие матричные элементы. В и Кт, V1, 2, вот R, есть, ну вот такой вот, Пси, 1, В, Пси, 2. Когда я вот так рисую, это значит, что я интегрирую по электронным координатам в операторе и в волновых функциях, правильно? И остается у меня зависимость от R. Правильно? Прекрасно. Тогда мы посмотрим, какова будет полная энергия системы. в том, что H0 плюс V на Пси есть Е на Пси. Теперь ясно совершенно, что если мы перепутываем эти две системы, только две, то волновая функция, волновая функция, у нас должна быть комбинация вот этих только двух состояний, правильно? Остальные где-то далеко. Остальные не вмешиваются в наш процесс. Значит, мы тогда пишем, что Пси есть С1, Пси1 плюс С2, Пси2, правильно? Это наше приближение. И тогда мы что должны сделать? Мы должны подставить сюда, значит, записываем H0 плюс V на С1 Пси1 плюс С2 Пси2. Наверное, это мы проделываем много раз, но я хочу, чтобы V равняется Е на С1 Пси1 плюс С2 Пси2. Теперь, что мы делаем тогда? Умножаем на Пси1, то есть интегрируем по R вот такой матричный элемент. H0 на Пси1. Что у нас будет такое? H0 на Пси1. Это Е1, правильно? Вот сюда. H0 на Пси1. Е1, правильно? Дальше. А здесь H0 на Пси2, это Е2, Пси2, но Пси2 с Пси1 ортогональными. Правильно? Значит, у нас получается уравнение первое. Е1 на С1. В диагональном матричном элементе мы знаем, что равен нулю. Значит, здесь получается В1,2, правильно? На С2. Верно? Верно? Равняется Е на С1. Правильно? И точно так же В2,1 на С1 плюс Е2. Это если я умножу на Пси2. То есть Е2 на С2 равняется Е на С2. Правильно? Теперь вы переделаете, а я просто так запишу. Е1 минус Е. То есть я переношу в левую часть. Равняется нулю. Е2 минус Е равняется нулю. Просто я вам рассказываю сейчас такой азы линейной алгебры. Правильно? Ну так ведь и было у нас. Конечно. Смотрите, это система двух линейных уравнений с нулевой правой частью. Их решение. Решение может быть не нулевым. Только когда? Для С1 и С2 неизвестно. Когда будет решение не нулевым? Когда детерминант системы обращается в ноль. Правильно? Значит у нас детерминант. Е минус Е1. В 1,2. В 2,1. Е минус Е2. Правильно? Называется это вековым уравнением. Правильно. Правильно. Естественно. Это называется вековым уравнением. Правильно. Это называется вековым уравнением. Это вековое уравнение откуда произошло? Вы знаете, пришло откуда? Из термеха. Из астрономии, не из Термеха, пришло из астрономии, потому что даже и в нормальной классической механике, если вы учитываете вот эти вот добавочные воздействия, ну вековое, это значит, что вы учитываете воздействие планет друг на дружке, друг на дружку, это будет приближение, а главные члены воздействия Солнца на планету, правильно? Вот если вы учтете вот это, вы получаете систему линейных равнений, которая управляет поправками к движению планет. И эти поправки наблюдаются только в течение многих лет. Это называется вековое уравнение. То есть откуда пришло название? Название пришло из теоретической астрономии. Потому что теоретическая астрономия – это просто механика. И больше ничего. Теоретическая механика? Нет. Не путайте, разве боги. Теоретическая механика, вы еще учитываете там трение какое-то, все. Никакого трения в астрономии нет. Есть только силы тяжести. И больше ничего. Но уже в продвинутой астрономии, конечно, надо учитывать еще приливные силы и так далее. Это уже учитывает структуру планет. Ну ладно, мы далеко уходим от предмета нашего обсуждения. Ну давайте решать это уравнение. Ну что, мы получаем, что Е в квадрате, правильно? Ну произведение. Минус 2 Е1 плюс Е2 на Е правильно? И минус В в квадрате. Я пишу В1 2 на В2 1. В в квадрате. Правильно? Это равняется нулю. Ну квадратное уравнение вы еще в восьмом классе умеете решать. Правильно? Тогда мы получаем, что Е Е1 2 это новый термин. Есть. Е1 плюс Е2 половина второго патрицента с обратным знаком, правильно? Плюс минус корень квадратный из Е1 из Е2 квадратный на 4 минус В в квадрате. Правильно? Ну вот, вы видите. Подождите, где-то я тут ошибся. Где-то я ошибся. Ну-ка посмотрите, в чем дело. Где я ошибся? Четвертый под корень квадратный на 4 Откуда вы нарисовали четвертый под корень квадратный? Нет, тут-то на двойке. А, тут нет. Нет, там нет четвертого. Четвертый под корень квадратный нет. Должен быть 1 минус Е2. Ну-ка посмотрите. Мы правильно ли сделали решили нашу систему? Под корень квадратный должен быть минус Е1 минус Е2. Почему, не знаю. Давайте посмотрим. Так. Е в квадрате минус. Е1 плюс Е2 на Е квадратный. Ну, Е правильно. В своем квадрате. Сейчас, подождите. Да нет, плюс. А? Плюс. Все хорошо. Так, но ответ... Подождите, давайте посмотрим, какой у нас будет ответ. Значит, либо если в равно 0 у нас будет... Нет, вот видите, получается ерунда. Фу, е1 и е2. Ерунда. Давайте посмотрим, где мы ошиблись. Произведение Е1 и Е2. А? Где произведение Е1 и Е2? О! Вот! Умница! Правильно. Вот. И я... Вот тут вот. В квадрат и... Минус. Правильно? В квадрате плюс Е1 и Е2. О! Верно. И тогда мы, если раскроем эту, мы получаем здесь Е1 минус Е2 в квадрате. А это и удавается. Правильно? Понимаете, да? Я чувствую, что мы пропустили что-то. Нет. А тут двойку мы потеряли. Двойку уже не надо. И здесь Е2. Там же было 2 Е1. Правильно? Двойку. Подождите. У нас было Е1 плюс... Сейчас, сейчас. Давайте лучше честно сделаем. Давайте честно сделаем. Правильно. Отначаем это к концу. Е-Е1. Множить на Е-Е2. Правильно. Давайте сделаем честно. Минус В в квадрате равняется нулю. Правильно? Пишем Е в квадрате. Правильно? Правильно. Е в квадрате минус Е на Е1 плюс Е2. Правильно? Да. И плюс Е в квадрате. Е1. Прошу прощения. Е1, Е2. И минус В в квадрате. Это равняется нулю. Отсюда Е равняется. Правильно. Е минус... Тут минус. Значит плюс. Е1 плюс Е2 пополам. Плюс-минус. Корень квадратный. Е1 плюс Е2. В квадрате. на 4 минус. На 4 минус Е1, Е2 плюс В в квадрате. Верно? Это равняется... Конечно, вы правы. Конечно, правы. Равняется. Е1, Е2 равняется. Е1 плюс Е2 плюс минус корень квадратный из Е1 минус Е2 в квадрате. А4 плюс В в квадрате. Все. Вот окончательный ответ. Давайте посмотрим. Это значит, что если у нас Е1 равняется Е2, это то есть вот здесь, в точке пересечения, тогда разница между Е1 и Е2 будет... Одной будет плюс В, другой минус В. Правильно? Значит, вот эта вот разница... Вот как пройдут истинные термы. Вот это вот расстояние здесь будет равняться 2В. Правильно? Правильно? 2В или В? Давайте посмотрим. Опять ошибусь. Значит, если это будет Е... Нет, Е1. Если я вот это равно нулю, значит, это будет Е. Просто Е плюс минус В. Правильно? 2В. Так? Вот. А как только мы уходим, когда они расходятся далеко, когда вот эта разница между ними становится существенно больше В, у нас старые термины остаются НО. Ну, то есть вот как реально проходят термы. То есть обратите внимание, если только есть матричный элемент, который не диагональный матричный элемент, который обращается... Ну, который не НОЛЬ, понимаете? То тогда термы никогда не пересекаются. Понимаете? А когда термы могут пересекаться, даже такие, ну, честные, точные термы могут пересекаться, если они разной симметрии, если они разной симметрии, и тогда нету в вашем приближении, в вашем гамильтиняне нет члена, который В1-2, где бы равнялась НОЛЮ, вот тогда термы истинные пересекаются. А так, вот эти, пересекаются только приближенные термы, могут пересечься. А и как только вы включаете В, то они расходятся. И тогда получается так, обратите внимание, старый терм был 1,1 штрих. Вот это был старый терм, правильно? Вот такой вот. А новый терм, а старый терм 2,2,2 штрих. Теперь новые термы, настоящие, это 1 штрих 2 и 2 штрих 1. То есть в действительности уже просто так видно, что взаимодействие между термами как будто бы приводит к переходу, к перепутыванию их, правильно? Приводит к их перепутыванию. А теперь, поскольку мы, по идее, вот если бы я имел вот такие вот термы, если бы у меня термы были вот такими, сейчас я нарисую, ну допустим, один вот такой терм, а другой, допустим, вот такой. Правильно? Тогда оба эти терма, оба эти терма, вообще говоря, вот здесь вот они расщепляются вот на такие, вот так вот будет и вот так вот будет. Правильно? И переходы между термами, если бы у меня энергии были, ну какие-то вот такие, то это были бы переходы между связанными состояниями. Правильно? И мы не могли бы использовать вот ту теорию, которую я сейчас вам разолью. То есть, мы должны были тогда писать матрицу плотности и писать честно уравнение для матрицы плотности. Правильно? Вот на базе такого вот, такого типа с этим же В. Но мы сейчас рассмотрим, так, вы, может быть, проходили по квантомиканде, но это нам будет полезно сейчас разобраться с этим делом. Мы рассмотрим переходы между состояниями непрерывного спектра. Я уже говорил, что когда есть состояние непрерывного спектра, мы переходы между состояниями можем писать используя валовую функцию, а не используя матрицу плотности. Потому что спектр непрерывный. И тогда мы рассмотрим вот такую вот вещь. Вот, значит, этот терм оставлен потом, а пока рассматриваем вот такой вот терм. Вот такие два терма. И представим себе, что ядра движутся в действительности между двухатомной молекулой. Правильно? Вот так это нарисовано. Термы двухатомной молекулы. И вот представим себе, теперь, если ядра находятся очень далеко, то этот термин вот так вот выпрямляется, там, ну, как-то они выполаживаются, естественно, на очень большом расстоянии, энергия системы уже не зависит от расстояния между ядрами. Правильно? Поэтому термы выполаживаются, но, можно ли сказать, тем не менее, электронное состояние остается старым. Вы понимаете, да? то есть представьте себе, что это термы, ну, допустим, синглетные и триплетные. Тогда это значит, что у вас есть пара электронов, у которых спины вот так. Правильно? И это будет терм синглетный. Правильно? Теперь эти атомы расходятся друг от дружки, но электронное состояние не трогается, потому что никакого оператора V пока еще нету, который бы переворачивал спину. Понимаете, да? Тогда даже на большом расстоянии это все равно будет синглетный термин. И триплетный термин на большом расстоянии, это значит, что эти два электрона расходятся со своими атомами. Правильно? Но спины их остаются так, как положено. Понимаете, да? Вот. Поэтому, значит, у нас есть электронное состояние, но ядра на большом расстоянии, значит, мы можем так сказать, что вот ядра движутся вот сюда. Когда мы говорим, что ядро движется вот сюда, это значит, у нас ядро становится какой частицей? Классической. потому что мы приписываем ей скорость и координаты. Правильно? Это чисто классическая частица. Ну, вы знаете, я, по-моему, говорил с самого начала, это очень легко увидеть, что если частица будет очень тяжелая, помните, я на первой лекции говорю, дельта П на дельта Х для тяжелой частицы будет такое маленькое, ну, то есть, оно равно по сравнению с большой скоростью и с характерными координатами вы можете считать это вот это вот неопределенность, соотношение неопределенности кайсминдерга не оказывает влияние на расчеты движения вашей частицы. Поэтому вы можете прекрасно приписывать ей и скорость, и координаты. Вот, значит, ядра так вот движутся, тогда мы запишем вот согласно это я сейчас вам запишу уравнение Ландау-Зиннера. Ну, слышали вы о таком, да? Об этом. Слышали? Тогда мы запишем уравнение, как надо писать? Полная функция И, А, дпси по дт есть что? h0 плюс v на пси. Правильно? Вводя те же самые c1, c1, c2, c2 мы получаем уравнение для то есть мы записываем тогда так же, как так мы записываем, что пси есть c1 от t на пси 1,0 плюс c2 от t на пси 2,0 от t а его от t то есть это это пси 1,0 это что такое? пси 1 на e в степени минус и на h е 1,0 е 1,0 правильно? Вот и дели а это пси 2 уже только не завися от времени на e в степени минус и на h е 2,0 правильно? теперь если мы возьмем подставим этот гаммертиниан все вот это хозяйство то мы сразу получим кинетическое уравнение такие простые получим уравнение для c1 и c2 понимаете, да? это легко сделать но мне просто жутко не хочется эту такую арифметику сейчас арифметикой этим заниматься в конце концов мы получаем уравнение вот такие и h dc1 по dt так? это c1 по dt равняется ну e1 e1 c1 e1 на v на c прошу прощения 1 и плюс v на c2 плюс v на c2 и то же самое для c2 и hdc2 это будет v на c1 и тут e2 на c2 так? ну все это от времени зависящее теперь вот давайте смотрим почему мы говорим движение ядер где будет переход где вообще произойдет перемешивание этих волновых функций вот здесь правильно вот в этой области вот в этой в этой области координат правильно это значит когда ядро когда оно вот оно подошло вот сюда вот здесь вот здесь вот в этой области произойдет перемешивание В этой области произойдет трешение. Ядро движется классически. Мы можем сказать, что V, это что у нас такое? Х делить на Т. Правильно? Или координаты ядра, это Х, координаты ядра, будет V умножить на Т. Правильно? Правильно? Теперь вопрос простой. Скорость нас интересует в этой области. Скорость для обеих термов, для обоих термов, прошу прощения, одна и та же. Потому что скорость это что такое? Вот эта вот энергия отсчитана от потенциальной энергии. Правильно? Это же скорость. Это энергия кинетическая. Эту кинетическую энергию вы возьмете корень из двух Е на М и вы получите скорость. Правильно? Эта скорость так велика, что даже когда эти термы разойдутся, но вблизи вот этой точки можно считать, что скорость движения ядер в одном электронном состоянии и в другом электронном состоянии. Одна и одна и та же. Правильно? И это значит, что вы вместо того, чтобы рассматривать движение изменений по времени, вы можете рассматривать изменения по координате. Правильно? То есть d по dt, это будет что такое? Единица на v, d по dx. Правильно? Понимаете, да? Вы можете вместо d по dt поставить вот это вот, d по dx. А x отсчитывать от этой точки. Понимаете, да? Значит, когда частица была вот здесь вот, x была минус бесконечность. Ну, далеко. Правильно? Когда частица x была минус, мы будем считать, ну, просто, грубо говоря, здесь у меня x такое. Представим себе, что у нас x вот сюда направо. Ну, мы берем, чтобы в начальном состоянии частица шла с минус бесконечности по x. Она шла с минус бесконечности, подошла к этой точке x, равной нулю. Вот здесь у нас точка x, равной нулю. Это тут минус бесконечность. И ушла. Ну, она здесь столкнется обязательно с термом. Правильно? Но это расстояние считается, вот это расстояние до термов считается существенно больше, чем область перехода. Понимаете? То есть она ушла тоже далеко, на очень большое x. Потом там частица, в каком бы она ни была состоянии, на каком бы термом молекула ни была, отразится, ядро отразится, правильно, от этого потенциального ядра отразятся и пойдут в обратную сторону. И опять пересекут вот эту точку пересечения. Правильно? Вот в действительности Зиннер Вот эту задачу впервые просто точно сделал. Значит, что тут вводится еще? Какая важная характеристика? Вот в этом месте Сейчас я нарисую получше. Я нарисую область пересечения термов Вот в этом месте Поскольку эта область небольшая, любая кривая в маленькой области может считаться линейной. Правильно? И тогда у нас будет В постоянная И все вот эти вот потенциалы Вот эти вот Е1 и Е2 Это же Е1 и Е2 зависит от х. Правильно? И можем считать, что вот здесь вот это Вот это у нас какой? Е1 Вот это 2. Правильно? Мы будем считать, что Е1 Вот х Отсчитывает этой точкой Это будет некая Ну Ф Минус Ф Один на х И Е2 От х Равняется Минус Ф 2 На х Ф Это сила. Почему минус? Потому что Силой равняется минус Ду Под х Правильно? Ну, сила это минус Производ Понимаете, да? Вот если вот эти вот все вещи Отставить туда То вот здесь вот Мы получим линейную функцию от х Правильно? Ф1 на х Вот тут вот Ф2 на х Понимаете, да? Вы получите систему Линейных уравнений Но с коэффициентами, зависящими от координат И тогда И эту систему надо решать вот При каком условии? Вот кроме системы есть еще Начальные условия Правильно? В системе линейных уравнений Должны быть еще начальные условия Раз нас интересует В зависимости от времени Начальные условия Что при т Равном минус бесконечности С1 равнялась единице С1 равнялась 0 Правильно? На минус бесконечности Когда х был вот здесь Система была на первом термине Правильно? Понимаете меня, да? Дальше Так вот И нам нужно посмотреть Какое будет С на плюс бесконечности Какое будет С1 и С2 Понимаете, да? Тогда оказывается Что переход С первого на второго Описывается таким выражением Значит А1 Это значит Что такое? Это в действительности А1 Это Величина Вначале было С2 равна 0 Вот какой будет коэффициент С2 На плюс бесконечности Понимаете, да? Так вот это вот Можно так написать С2 На плюс бесконечности Будет равняться вот этому Е в степени минус Пи В в квадрате На h В В это скорость Я уже говорил На На F2 На модуль Разности сил Смотрите Если силы Будут Если термы Будут почти параллельны Пересекаться Под маленьким очень углом Правильно? Эта сила Эта сила Эта разница сил Будет очень маленькая Правильно? И вот этот коэффициент Будет чрезвычайно мал Правильно? Это значит И это можно понять Ну вы знаете Ну электро Электротехнику Вы знаете Ну грубо говоря Вообще Очень маленькая Разница между термами И в этой скорости Плотность тех частот Вы же можете Любую функцию От времени Разложить По Этим самым Ну Интеграл Фурье Вот плотность частот Нужных Вот для вот такого вот Перехода Понимаете? Малая А чем круче, чем больше характерная разница, понимаете, да, тем сильнее переход. Понимаете, да? Значит, вот так будет выглядеть С2. А что такое будет С1 тогда на этой? А С1 на плюс бесконечности? Не надо даже считать, это будет единица минус этого. У нас же, слава богу, норма сохраняется. С1 в квадрате, ну, в квадрате плюс С2. Это уже прошу прощения. Это С2 в квадрате, естественно. А С1, это будет единица минус вот этого С2. Смотрите, бесконечность. Теперь смотрите. Теперь, когда пройдет, это значит у нас было с единицы, вы перешли на двойку. А на, значит, на двойке получилась вот такая заселенность, правильно? А на вот этом терме, то есть на вот этом терме у вас такая вот заселенность, а на этом терме остатка заселенности вот такая. Правильно? Теперь вы пойдете обратно. С этого терма вы с вероятностью, тут уже у нас вероятность число, а не единицы на секунду. Вероятность это просто число, потому что мы, это вероятность перехода с одного на другой за переход. Понимаете? С этого будет, с такой вероятностью будет переход, правильно? А с этого вот с такой. То есть в действительности полный переход. Когда вы перейдете с терма 1 на вот этот терм, когда вы вернетесь обратно, то у вас будет полная вероятность 2 e в степени минус π v в квадрате на hv на разницу сил умножить на единицу минус этот же самый экспонент. Минус этот же самый экспонент. Понимаете, да? Вот это будет полная вероятность перехода. И вот именно, вот смотрите, обратите внимание, если v будет большое, казалось бы, если взаимодействие велико, казалось бы, вероятность перехода становится опять очень маленькой. Я вам объясню, почему. Потому что если взаимодействие велико, перерисую первый. Значит, вот у вас был первый терм. А вот второй терм. Вот взаимодействие велико. И это значит, что... 12? Все, заканчивается. Понял, понял, понял. Это значит, что все включить компьютер. Это правильно. Самое главное, Александр Стантьевич, за ключ я расписался. Вообще хорошо. Что еще хорошо? Потому что вы искали. Нет, потому что не я его взял. Ну, есть люди, которые его взяли. Ну, неважно, забыли положить. Теперь... Я говорю, это карман. А вы там распишите все. Ну, так я могу вам доверить, да? Так, ладно. Договорились. Все, я заканчиваю. Ничего, ничего. Все. Вы поняли меня. Откарчивай, раскачивай. Тогда вот эти вот термы, реальные, настоящие термы, очень далеко от другой дружки распадаются. И тогда переход между ними нулевой. Понимаете? Вот в этом смысл адиопатического приближения. Что если термы достаточно далеко друг от друга, они практически... Нет никакого перехода между ними. За счет собственного гамильтиняна. Переход может быть только за счет внешних воздействий. Электромагнитного поля и еще чего-нибудь. Вот это главный смысл адиопатического приближения. Все.